В Москве, возле метро Бауманская, под граффити со Станиславским, уже не первый год стоит женщина. На неё надета такая рекламная вывеска, и сама она постоянно повторяет одни и те же заученные фразы. И одна из них звучит так. Поэтому, мальчики и девочки, не проходим мимо, самая ближайшая парикмахерская только у нас. Чувствуете же, что-то не так в этой фразе. Долгое время мне даже хотелось подойти к этой женщине и сказать, ну вот знаете, вот вы говорите здесь так-то, а может быть вам лучше сказать вот сяк-то. Но и услуги самой ближайшей парикмахерской мне, знаете ли, не нужны. И моя внутренняя установка, никого не поправлять, меня сдерживала. Да и согласитесь, если она начнёт всё говорить по норме, то пропадёт некий особый шарм этой женщины. Ещё в начале 18 века в русском языке появляются сочетания, вроде бы одинаковые по устройству, но в наше время отношения к ним совершенно различны. Первое – это вполне привычные фразы вроде «самый лучший», «самый старший». А второе – это «самый древнейший», «самый почтеннейший». А ближе к концу века появляется множество сочетаний вроде «более лучше», «более веселее». Обычно для большинства других ошибок, которые мы разбираем в нашей передаче в том самом корпусе русскорпора.ру, количество вхождений относительно невелико. Ну, скажем, несколько сотен употреблений, и то это много. Но интересующее нас сегодня явление имело огромнейшее распространение. Более 10 тысяч употреблений. Примеры. Титул же свой «Сия Академия Наук» восприяла зватися «Императорская Академия Наук», потому что «Оная» состоит, собственно, под протекцию самой высочайшей Ея Императорского Величества, а не иного кого. Но когда лишь огонь до помянутой скалы добрался, «Абия» как бы самое прелютийшее зелье начнет рвать, и так, что с одной кровли перескакуя на другую, а с другой на третью, и так, как вода по кровлям, огонь начнет разливаться. Это пример из Ломоносова. Того ради одно только самое важнейшее в семье я действия ныне вам представлю. Почему нельзя не признаться, что в сей способ, то есть добрый пример для воспитания детей, не был самый наилучший? Чем далее мы продвигались от Ларса к Дериалу и до села Казбека, тем природа становилась угрюмее. Слои известковые тенились слоями гранита и аспида. Растительность становилась все более и более скуднее. Семь лет назад все смеялись на Цвета из Иванова, мол, какие дебилы поддерживают тандем Медвепутов, косноязычие и слабоумие – главная черта электората «Единой России». «Единая Россия» очень много сделало достижений. Они подняли экономику, мы стали более и лучше одеваться. И не было того, что сейчас. Это очень большие достижения. Что же, оставим в стороне содержание рассказа этой девушки. Но не будем забывать, что так, как сейчас говорят всякие там «Светы» из Иванова, 200 лет назад говорили всякие там «Анны» из Питера, возлюбленные Пушкина. Но подумайте, подумайте, не мог же такой великий поэт допустить, чтобы его девушка выражалась языком полуграмотных селян. В один несчастный день самое важнейшее дело жизни его свершилось. Долго жили мы в ладу, но и самые вернейшие друзья иногда ссорятся. Теперь пойдем далее по классикам отечественной литературы – Достоевской. Версилов мог получить в самом ближайшем будущем имение, ценностью в 70, а может и несколько более тысяч. Другие шесть чевенгурцев прошли дальше, чтобы выбрать для убранства более лучшие дома. В темноте горни сработать было неудобно. Что уж там говорить, если подобное допустил в своей речи даже тот человек, чья речь была эталоном для всех граждан и гражданок Советского Союза. И чем более высшая форма жизни, тем большую роль играет память. Впрочем, чуткие советские корректоры подметили ошибку великого ученого, и в текстовом варианте статьи она была исправлена. Итак, у прилагательных и наречий есть три степени сравнения. Положительное. Яркой, тяжелой. Сравнительное. Ярче, тяжелее или более ярко, более тяжело. Превосходное. Ярчайшей, тяжелейшей или самой яркой, самой тяжелой. Также сами формы могут быть простыми и сложными. Простым в грамматике всегда называется не то, что выглядит как-то проще и понятней, но то, что состоит из одного слова. Ярче, ярчайшей. Сложным, то, что состоит из двух или более слов. Более тяжелой, самой тяжелой. Также в языке есть слова, у которых разные формы происходят от разных корней. Такие формы называются суплитивными. Например, хороший, лучше, лучший. Плохой, хуже, худший. При первой попытке понять историю форм степеней сравнения в истории русского языка складывается впечатление, что тут царил полный хаос. Древнейшая система развалилась, а новая не сформировалась до сих пор. Степени сравнения в современном русском языке состоят из самых разнообразнейших по происхождению форм. Мы, как носители, это слабо осознаем, но когда иностранец изучает эту тему, ему очень многие формы приходится изучать чисто списком, как для нас какие-нибудь неправильные глаголы в английском или немецком языке. И все это дело осложняется еще и старославянским и польским влияниями на русский язык. Первое. В параславянском языке сравнительная степень склонялась. В современном же языке она неизменна. Маша красивее Кати или Маша красивее, чем Кася. Петя выше Бори или Петя выше, чем Боря. Слова красивее и выше по падежам изменять нельзя. И лишь отдельные слова в сравнительной степени могут склоняться. Старший, младший, больший, меньший. Я могу сказать, как я встречался с девушкой старше, чем я. И я встречался с девушкой старшей, чем я. Вторая форма звучит несколько устаревшей, но все же она возможна. А вот я встречался с девушкой высшей, чем я. Это или совсем древнерусский язык, или языковая игра в паблике «Расовая антропология». Второе. В прославянском языке прилагательные исторически были только краткими. Доброс сейленес богатес. Добр силен богат. В современном языке и эти формы несклоняемы, хотя в древности они изменялись так же, как и любые существительные. Например, хитрый лис. По-древнерусски хитрый лиса. Родительный падеж. Хитра лиса. Дательный падеж. Хитру лису. Множественное число и мнительный падеж. Хитры лисы. О том, что такое когда-то было в древнерусском языке, говорят застывшие обороты. Средь бела дня на босу ногу. Итак, сравнительная степень в прославянском языке образовывалась следующим образом. Берется основа прилагательного, прибавляется суффикс «ээ», а далее прибавляется суффикс и окончание в зависимости от того, какого рода слова. Мужского, среднего или женского. В сравнительной степени те же самые слов. Сильный, богатый, добрый. Как можно догадаться, за полторы тысячи лет произошло множество разнообразных звуковых изменений. И если бы эти формы напрямую сохранились в современном русском языке, они бы имели следующее звучание. Сильней, сильнее, сильнейша. Богатей, богатее, богатейша. Добрей, добрее, добрейша. Странновато наблюдать все эти слова в одном ряду, если знать, откуда они произошли. Ну, часть этих слов сохранилась до сих пор. Богатей, это значит богач, такое забавное словечко. Прилагательное в значении существительного, точно так же, как больной или малой. Формы среднего рода на ее остались до сих пор, но они используются для слов всех родов. Хотя слово богатее звучит как ошибка, мы-то сейчас все говорим богаче. Формы женского рода остались только в своем полном виде, и теперь они обозначают превосходную степень. Самая сильная, самая богатая, самая добрая. Своя особенность была у слов, которые оканчивались на к, г, х. У них был посередине суффикс не э, а а. Таким образом, от слов, давайте уже по-русски все запишем, вроде тих, строк, крепок, высок, должны были образовываться слова, такие как тишай, тишай, тишайша, строжай, строжай, строжайша, крепчай, крепчай, крепчайша, высочай, 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 высочайша. И если бы не некоторые исторические обстоятельства, эти формы а-е-я-е могли бы стать главными в современном русском языке. Вот вам пример из Сумарокова, середины 18 века. Частенько кошка к сыру скачет и ловит сыр, так часто у нее с мышами мир, сыр мыши пожарняя, так стала кошка посмирняя. Но, увы, эти формы были не так распространены в речи петербуржцев. Да и Ломоносов в своей российской грамматике сказал, что формы на-е-е по сравнению с формами на-я-е равное или и лучшее достоинство имеют. То есть, по-современному, употреблять формы на-а-е-я-е не рекомендуется. Еще большую путаницу внесло и то, что в прославянском языке вот этот суффикс-э, как у нас был пример богатейс, в некоторых случаях опускался. А образовавшееся соседство согласно к-г-х-т-д со звуком-е приводило к превращению их в шикащие. Следы этой вариативности в прославянском языке до сих пор сохраняются и для некоторых слов в русском. То, что есть пары, как вот богатея, богаче, но богатея осталось как слово богатей. Там, например, пуще, пустее, толще, толстее, проще, простее. Также русские диалекты сохранили или, наоборот, развили новые, самые разнообразные способы образовывать сравнительную степень. Мы правила, механизмы образования этих степеней сравнения не будем сейчас описывать, но просто приведем некоторые примеры, многие из которых, я думаю, на слуху. Многие слова сохранились в двух вариантах и в современном языке есть разграничения или по значению, или по стилю. Один дед выглядит другого старее, но маленький брат другого старше. Один суп горче, но беда горше. Одна красавица другой худее, но в постели она хуже. Одна одежка другой красивее, но краше в гроб кладут. Обратите внимание, что в современном языке сравнительные степени прилагательных ограничены также и в своем значении в предложении. Сравнительная степень может быть только частью сказуемого. Золото тяжелее серебра. Поцелуй слаще меда. Но в качестве просто определения сравнительная степень звучит уже странновато. Вот как вам понравятся такие фразы? Ботинки больше есть на складе. Пиво дешевле продается до восьми. Лично для меня эти фразы будут нормально звучать, только если к ним добавить приставку по. Ботинки побольше есть на складе. Пиво подешевле продается до восьми. В прославянском и древнерусском языках превосходной степени не было вообще. Чтобы выразить высшую степень признака, можно было только использовать дополнительные вспомогательные слова. Зело или вельми. То есть слова, которые значат очень. Скажем, Зиелолия па девица. Очень красивая девушка. Или самая красивая девушка. Деду вельми стару. Очень старый дед. Самый старый дед. О старославянском языке, поскольку там больше каких-то книжных экспрессивных выражений, на регулярной грамматической основе могло встречаться даже нечто вроде Весы вися хаминеи дитен. То есть самый маленький ребенок, а буквально это все-всех меньшее дитя. В разговорном же древнерусском языке, чтобы описательно с помощью лексики выразить превосходную степень, превосходное значение, использовались те слова, которые и сейчас для нас более-менее привычны. Это очень, много, гораздо, весьма и так далее. Среди них было и слово самый. И в итоге в современном русском языке закрепилось именно это слово, потому что у него был ряд преимуществ. Во-первых, это не наречие, а так называемое местоименное прилагательное. Поэтому после него нужно ставить не сравнительную степень, а положительную, что несколько проще. Во-вторых, оно склоняется. А для древнерусского языка удобней именно так. И в-третьих, все остальные слова не имели некоего абсолютизирующего значения. То есть они что значили? Очень, много, сильно, ловко и так далее. Исторически слово сам значило один, единственный. Старое значение, например, остается до сих пор в современном польском. Естем сам в дому. Я дома один. Потому можно сказать, что сам смысл слова уже в современном языке несколько утерянный, тогда позволил ему закрепиться в качестве главного показателя превосходной степени. Ведь единственный длинный, он и получается самым длинным. А если что-то очень длинное или много длинное, оно еще не обязательно длиннейшее. В старославянском языке существовал и еще один способ образовать превосходную степень. Он был чушь древнерусскому языку, но был заимствован из книжной речи. Это с помощью разных приставок. Например, пре или наи. Тот же самый способ является основным и в современном польском языке. Высокий, высший, наивысший. Польский язык в этом плане, надо сказать, выгодно отличается от русского языка в плане легкости изучения для иностранца. Из всего многообразия возможных прославянских форм сравнительной степени, в нем в ходу осталась, в общем-то, только та, пример, который мы сейчас привели. Да, конечно, там есть несколько слов с субплитивными формами, вроде добрый, лепший, наилепший. И есть слова, где стоит ставить суффикс не ш, а эйш. Но эта особенность определяется одним простым правилом. Сравните польскую ясность с русским разнобоем. Как мы уже сказали, вот этот старославянский способ, когда берется приставка най, и потом прибавляется суффикс еще ш, а эйш, эйш, он был заимствован в русский язык. А в 17 веке на частоту его употребления повлиял и польский язык. Кстати говоря, Ломоносов свидетельствует, что такие польскоподобные формы российскому уху неприятны. И вот тут очень важный момент. Он важен для понимания всей оставшейся части видео. Обратите внимание, что в старославянском и в польском языке превосходная степень выражается только с помощью приставки. А формы вот этих слов без приставки, это не превосходная степень, это сравнительная. Но эти формы сравнительной степени стали формами превосходной в русском языке совсем недавно. Еще в 19 веке мы можем найти много примеров, которые современному уху неприятны. Белинский, 41 год. Образ Пушкина является в новом, еще лучезарнейшем свете. Жуковской, 49 год, перевод Одиссей. Тут он огромнейший перево камень схватил и с размаху в море его с непомерной силой швырнул загудевшим. Впрочем, это уже была явно устаревающая особенность языка, потому что еще за 70-90 лет до этого тоже Ломоносов указывал, что форма на шеи больше превосходного, нежели рассудительного степени силы имеет. Для современного разговорного языка эти формы уже чужды в любом значении. И в 9 из 10 случаев современный человек все же скажет «Самый забавный случай, который со мной произошел, но не забавнейший случай, который со мной произошел». Итак, вот мы и обозрели всю историю форм степеней сравнения в русском языке. Да, все трудно, запутано, но в конце концов мы же носители языка, и поэтому, как бы ни был сложен наш язык, мы должны на нем правильно говорить с детства. Но сам язык, как бы, вставляет нам палки в колеса, и мы вынуждены придумать новые формы, чтобы нас поняли однозначно. И действительно, не всегда понятно, какая форма что значит. У одних слов степень сравнения можно образовать двумя способами. Толче-толстее, ранее-раньше. У других нельзя ни одной. Анимелый, анимелее. Нет, лучше все же более анимелый. У третьих, одна и та же форма похожа и на сравнительную, и на превосходную. Скажем, во фразе «отправился искать лучшие жизни» лучше – это, скорее, все же более хорошей жизни, но не самой хорошей. А вот, когда написано «лучший выбор», конечно же, он может быть и самым хорошим выбором, но вполне может быть и более хорошим выбором. Хотя современный язык, конечно же, тяготет к тому, чтобы это была именно превосходная степень. То же самое можно сказать и о словах «худший», «младший», «старший». «Мой старший брат» – это не обязательно самый взрослый ребенок в семье, но, главнее, старшего по отряду нет никого. Именно потому и возникли такие формы, как «самый лучший», чтобы было однозначно понято, что имеется в виду. Итак, первый мостик брошен. Сочетание вроде «самый лучший», «самый худший», «самый старший» – это нормальные фразы и сейчас. Нормальные они были и для уха 18 века. Языковому сознанию в 18 веке не нужно было долго сопротивляться, чтобы допустить похожие выражения по той же модели. Слово «самый» и «превосходная степень». «Самый важнейший», «самый древнейший», «самый главнейший» или, как у нас даже было в примере, «самое прилютийшее». Ну и «самая ближайшая парикмахерская» – это все туда же. Формы более лучше, более интереснее, более важнее появляются примерно в то же самое время, но у них несколько другое происхождение. Когда мы говорили о том, что в древнерусском языке не было превосходной степени, мы упомянули, что все же были разные усилительные слова, как «гораздо», «много» и так далее, которые можно было использовать для того, чтобы как бы все равно хоть как-то усилить степень сравнительную. То есть «много интереснее» – это, конечно, не самый интересный, но приближающийся к этому. Сочетания вроде «гораздо дольше» или «много красивее» для нас до сих пор привычны, правильны. Ну и все же, согласитесь, экспрессия делает свое дело. Если я ждал просто дольше – это одно дело. А если я ждал гораздо дольше – это уже какая-то для сознания нашего более серьезная степень сравнения. Так вот, дело в том, что в XVIII веке среди всех этих усилительных наречий «гораздо», «много», «весьма» и так далее, затесывается и словечко «более». Для человека XVIII века, по всей видимости, не было разницы между сочетаниями «гораздо торжественнее» и «более торжественней». Просто разные наречия. Но мы-то своим проницательным умом знаем, что исторически это сравнительная степень прилагательного «большой» в среднем роде и так далее. Многие филологи и учителя в школе нам сообщили, что «так вот, дескать, говорить нельзя». Но для простого сознания важнее экспрессивность выражения, а такая малюсенькая тонкость, как «наречие» или «адвербизированная степень сравнения» неочевидна. Ну и, конечно, как в нашей передаче можно обойтись без международной панорамы? Взглянем на латышский язык. Чтобы образовать сравнительную степень, мы должны прибавить суффикс «ак». Ты красивее, чем ты думаешь. Чтобы построить превосходную степень, нужно к форме сравнительной добавить приставку «вис». Причем окончание еще должно стать определенным, то есть это как бы будет слово с артиклем «the». Тем не менее, есть и другой способ, который грамматически никого вопросов не вызывает. Нужно взять слово «пац» – «самый» и к нему добавить сравнительную степень с определенными окончаниями. Но это только так переводится. А буквально-то это «ты самая красивее». Или чтобы передать вот эту категорию определенности, лучше сказать по-английски, где есть артикль. С точки зрения логики, да, странновато. Но с точки зрения экспрессии – безупречно. Еще чуть-чуть, и это было бы просто «ты самая-пресамая наикрасивейшая из всех». Будете кадрить латышку, скажите ей именно ту последнюю форму. Отдельные славянские языки, как то польской, могут похвастаться простотой своей системы степеней сравнения. Но они лишены того богатства и многообразия форм, которые есть в русском. Сочетание более высшее или самое лучшее по устройству – это тавтология, масло-масляное. Это не поддается логике, но зато как это хорошо по экспрессии. Такие явления бывают в языках мира, но для славянских языков это все же нонсенс. И этот нонсенс чуть не стал нормой в 18 веке. Сейчас его порицают, что логично, но употреблять не перестают, что закономерно. Что же, братцы и милые сестрицы, прощайте, пока!